А что у вас происходит здесь сегодня? Ну, они кормят. Не кормят? Не кормят, нет. Вчера не кормят, я только завтра, только у нас вчера. Хотя вы детей, понимаете, покормили, мы не говорим о семье. Мы уже как-то не перебривались. Выгоняют нас опять. Вчера опять нас вызывали, директор приезжал, обрабатывал, упал. Меня, например, довела листин. Потому что место, которое нас собираются вывезти, оно просто не предназначено для жизни. Понимаете, у нас сегодня ребята ездили и смотрели. Да, мы еще не видели вот девушку, которая сейчас отошла. Она была сегодня там, видела. А с чем вы перестали кормить вас? Мы сказали, что нам здесь не положено жить. Мне вчера заявили, что вообще отключат нам сын. А кто? Ну вот, пожалуйста, административный сказал. Да? Да. Еще вчера мне было сказано, что наши документы будут подаваться для одного, чтобы нас репортировали вообще. Потому что мы здесь находимся, как уже не зато. Там никого не кормят. Они готовят. Здравствуйте. Вы что-то скажете нам? Нет. А почему? Там мы и я сам. Ну вот, хотя бы почему люди это не кормят? Ну, вот я не кормил. Довели состояние до критического. То есть специально руководство сталкивает нас тут лбами, чтобы мы друг с другом поссорились, у кого нервы сдали, тут уехал домой, кто просто ушел куда-то, кому-то. Просто, понимаете, это уже все надоело. Лена, например, куда деваться? На мать и девочка. У меня 9 месяцев ребенку, я работать не могу. Куда мне? Ну, оставить его некого. Вот куда мне? Раньше кормили вас, да? Кормили раньше. И эти были и овощи детям, фрукты как-то, хоть нечасто, но привозили там порошки всякие, пюре. Ну, а с чем связано то, что перестали кормить? То, что вы не хотите уехать? Да, потому что мы не хочем уезжать. Вот, им нужно закрыть ПВ, чтобы тут никого не было и все. И сбавиться. А в другом месте они кормили, собираются, здрасте, или они тоже? Говорят, когда. Я езжу, да. Там, летом, там, конечно, хорошо, замечательно. Но не зимой. Туалет на улице, баня на улице. В домиках там, ну, тепло, но не очень. В полах, щели. Магазин за сколько там? За 2 километра магазин. Там типа 3 корпуса. Притом они друг от друга довольно далеко, пока перейдешь к другому другому. Пришли, нам говорят, вот видите вот то вот, то баня там, в сторонке там. Вот за этой баней, там есть туалет. За баней там. Ну, вот туда ходили. То есть не в здании туалет, а на улице? Притом не просто на улице, что вот, ну, как, за углом или как. А это надо туда идти. Я говорю, ну, вот допустим, ночью там это самое, да, ну, надо, да. А тут за бело, за полга, как туда дойти? Там очень много. Ну, это ведро. Татьяна Алексеевна, Ирина Васильевна, вот их директор натравила. И вот они, как собаки, церберы, гавкают, ходят нам каждый день рассказывают. Давайте вот съезжайте, давайте снимайте квартиру. Хорошо, вот я, да, я работаю, как они рассказывали, с августа месяца. С августа месяца я работала неофициально. Меня люди взяли, потому что было указание, что берите беженцев, пока неофициально, пока не получат документы. Я работала, да. Получаю я зарплату, получила я зарплату в начале октября, потому что мне пока отработать, пока то, сё. Мне заплатили. Извините, у меня зарплата 15 тысяч. Съем квартиры сколько стоит? 15 плюс коммунальные услуги. Я пошла снимать квартиру, куда? Они говорят, вот почему ты в общежитии не согласилась, мы вам предоставили. Рассказывают много-много всего и как. Мы звонили в это общежитие, 8 тысяч съем, плюс это агентство, это не конечный потребитель, вернее, не конечный человек, который снимает. Плюс агентство, плюс все это выходит с порядка той же суммы. Смысл такого съема, расскажите. Они рассказывают только красиво, все умеют. А как это все на самом деле, совсем по-другому это все происходит. У нас есть дети, вы понимаете, здесь дети, здесь детьми остались люди. Это не просто так, а люди, которым действительно некуда идти. Что тебе сказали? Если ты не выйдешь отсюда, тебя депортируют? Меня депортируют, да, вот с ребенком и с мужем инвалидами. Куда? Куда? На Украине, на Украине. На войну. А кто сказал? Ирина Васильевна мне сказала вчера, лично. Лазарева Татьяна Алексеевна, она больше всех участвует. То есть Айеева Ирина Васильевна, она меньше цену. В основном Татьяна Алексеевна. Вот она, она тут готова всех, я не знаю, застрелить, придушить. Вот у нее какая-то миновисть к нам. Она уже не скрывает там, где нам продлевать регистрацию. Но вы, может быть, все-таки выйдете, расскажите. Конечно, на себя посмотрите, какая вы бессовестная. Когда придевает регистрацию, она принесет, она конкретно говорит уже людям в глаза, то, что я бы давно бы всех отсюда выслила. Понимаете, она уже этого не скрывает. Которая рассказывала, что сколько вы здесь находитесь, столько у нас работа. Так а в чем тогда проблема? В чем тогда проблема? Мы живем, никого не трогаем. Не трожьте нас. Мы не говорим, что содержительность от идула. В иммунитарке уже никакой нет. Дайте детям памятник, хотя бы питание. Не надо уже всего остального. Хотя бы хоть какую-то еду и всю крышу на голову. Хотя бы в зиму людей не выгоняйте. То есть место того вам не понравилось, оно непригодное на сегодняшний день. Там два корта. Вот нас привели в один корт. Вот домики такие, видите? Конечно, мы все время не смысл. Вот сейчас еще тут. Ну такие комнаты. Комнаты в принципе ничего. Вот. Вот. Там три комнаты. В одной пять кроватей. Там пять кроватей. Показали один домик, а там... А вы решили что, возвращаться? Все. Не понравилось? Нет, почему не понравилось. Все понравилось. У меня был присоединение. Сын остается здесь. Я выезжаю, потому что у родителей там непонятная ситуация. Через две недели мы приедем. Что вы сказали, сегодня должны отрезать электричество и воду. Но пока все есть. Что будет завтра? Ну завтра, послезавтра нас будут. Кормушки сегодня нету. Дети голодные. Вчера еще обедаются, но уже ехали. Ни для кого, ни для детей, ни для вас. Ни для нас. Ясно. Ладно, сейчас я спрошу, может быть, это... Да, вы уже просите. Вы уже не раздельно. Вы извините, может быть, вы все-таки дадите комментарий? Нет, нет, нет. А почему? Что, секрет какой? А можно посмотреть у вас? Потому что говорят, что здесь очень аварийные крови. О, не переживайте. Другой... Кто-то здесь хотят на этом месте детский сад, как они авария. Да, пожалуйста, мы не скажем, нам нечего сказать, пожалуйста. Скажите, просто я не вижу тут аварийности. Вот, как бы, труб у нас горячий. Правда, сока он тянет, но это полпитый, как бы, это... Вот, мы пройдем тут в спальню, где мы спим. Никаких тут аварийных нету, помещений, ничего. Как бы, свет есть, электричество есть. Правда, еще подогреваемся обогревателем, потому что сока он очень сильно тянет. Вот, туалет, ну, пойдемте, в туалет. Раковины есть. Вода холодная только. Ну, как бы, ничего, канализация нормальная, ничего, как бы, унитазы. Да, убираем здесь сами мы. Все чистенько. Да. А там туалет. Там туалет, да. Ну, как бы, ничего аварийного нет, я не понимаю. Стены тоже не делаются. Вы стены застуните, какое аварийное? Ничего не потрескало, ничего не гетт, никак. Какой аварийный? А, Мария, я поняла, когда здесь все течет, все капает. Ну, да, условия хорошие. Ну, на это, это кто-то вступил, наверное, на эту землю, и они просто нахнули. Я никогда на них не кинулась, они ко мне всегда хорошо относились, понимаете? Ну, вот, то, что происходит в последние дни, это просто. Это враги народа мы тут, понимаете? Такие враги, что, не дай бог. У нас семейный детский дом. Мы приехали сюда 13 августа. И нас на вокзале встретила Инна Геннадьевна. И когда нас сюда поселила, она сказала, что зимовать мы будем здесь. И семейный детский дом никуда из Калуги не отправят. А сейчас? А сейчас нас просто, они закрывают и сказали, вот, Воротынск нас. А у нас семеро детей. И на следующий день нам привезли телевидение, нас тут снимали на НИКО-ТВ. Мы не хотели этого, но это было сделано. И на этом все закончилось. И многое нам обещалось, именно Инна Геннадьевна, вот, когда она здесь. Оказывается, это было сказано при свидетелях, что мы будем здесь зимовать. Я еще спросила ее, а как это все будет выглядеть, ведь это интернат, где дети живут, это спальня. Она сказала, мы этот вопрос решим. И даже если губернатор будет как-то против, то я пойду против губернатора. И семейный детский дом будет зимовать здесь, вот в этой спальне. Ну, а теперь вот выходит там. Сейчас пытаются они нам там вроде как помочь, но не Кирилюк лично, а Шевченко нам помогает. Там свои какие-то каналы, что-то там подыскивает нам варианты. Мы сами ищем варианты. Но у нас вот финансовая сторона. Мы бы и вчера уже съехали. Но у нас мы получили только РВП вот 15 декабря. В понедельник мы получили регистрацию наконец-то. И сейчас нам нужно узаконить в России этот семейный детский дом. То есть как-то детей узаконить, что это именно... А время у нас до конца января. Где-то к 25-му. Потому что сейчас конец года, а там каникулы. Не кричи. 11 дней. И получается, что нам нужно просто чуть-чуть времени. Мы не говорим, чтобы нас тут кормили. Если мы хотели здесь остаться буквально на какой-то месяц, то может быть максимум два, чтобы как-то устроиться на работу, получить зарплату. Потому что я отработал здесь, например, уборщицей... Ну, так, с сентября. Ну, ладно, за сентябрь заплатили. Но вот с октября начиная зарплату не заплатили. И никому, в принципе, сотрудникам... Вообще никому зарплату не заплатили. Не заплатили ни котенечки. Может быть, там, 29-30-го оплатят. Ну, опять-таки, а так как мы здесь были не оформлены неофициально, то есть, ну, неизвестно теперь вообще, получим ли мы эту зарплату. Поэтому, и чтобы как-то, хотя бы месяц какой-то, чтобы устроиться на работу и заработать эти деньги для съемного жилья, мы просили, пусть, если возможно, как-то сделать нам ввести оплату для того, чтобы мы какую-то здесь часть будем платить, чтобы просто крыша над головой была, чтобы сейчас в мороз не выйти, с детьми на улицу не оказаться. И мы приехали сюда с государственными детьми. У нас все документы на них есть. У нас государственные детьми. Там, где сейчас идут во все баблёшки. Вот вчера позвонили нам оттуда, сказали, что вот мой лично, мой дом, наш дом. Стёкла повыбивали. Понимаете? Нам ехать, возвращаться некуда. У нас из Горловки составляют списки на вывоз стариков и детей. У нас дети талантливые. У нас девочка одна пишет стихи. Ей 10 лет. Мальчик рисует, занимается выжиганием. У нас старший ребёнок, он танцует. 6 лет профессионально танцует. Он здесь начал, вот в ДК ходит, он сразу первенство в своей категории, первенство области взял кубок. Уже здесь получил медаль первое место и кубок. То есть, ну нельзя так. И сорвать их сейчас всех детей, сорвать их, просто увезти опять в поле, это тоже не нужно. А у нас же здесь губернатор не может быть против. Он наоборот говорит, развивайте приёмные дети, семьи вернее. Понимаете, на словах это всё красиво. И Кирилюк на словах красиво говорил. Но больше мы не можем к ней не дозвониться. Она к нам сюда не приехала один раз. 13 августа мы её один раз видели. А скажите, вот говорят у вас условия очень плохие, здесь аварийные. В каком смысле аварийные? Ну здание аварийное, и поэтому... Ну не идите, пройдите, посмотрите. Хотите зайдите, зайдите к нам, посмотрите. У нас никаких аварийных зданий нет. У нас всё нормально. Это картины веселья, просто сняли картины. У нас тепло, сухо. Вот у нас, видите, вот ребёнок, который танцует. Вот его сорвать, это снова депрессия. Проходите, проходите. Конечно, пожалуйста. Вот здесь мы живём, здесь у нас тепло, здесь у нас всё. Когда они сюда нас вселили, я когда после того, что мы пережили, были в Гуково и везде... Я сказала, это рай. И когда нам рассказать... А при этом условии здесь вообще я не наблюдаю. Здесь тепло, здесь хорошо. Здесь зданий, даже нигде трещин нет. Мы просим. Я просто как уборщица, скажем так, ну где-то смотрела, какие-то закоулки, что-то... Даже трещин нигде я не видела. В понедельник прибыл автобус сюда на вывоз людей. И когда люди отказались ехать куда-то вот просто в лес выехать, ещё не знаю вообще какие там условия, просто наслышаны были. В интернете посмотрели кое-какие фотографии, что там и как в самом Воротынске. И когда люди отказались ехать, к нам пришёл сотрудник расправки крылья, представился заместителем директора. Ну как потом я узнала, что это был юрист из крыльев, не помню как его зовут. И он сказал, что у города нет средств содержать вот все эти ПВРы, ПВРы закрываются. Нет средств на питание, нет средств на коммунальные услуги и так далее. Мы говорим, да не нужно нам питание, в принципе. Мы можем обойтись без питания. Как-то сами уже себя прокормим, дело не в том. Но пожалуйста, если возможно, мы даже согласны оплачивать какую-то сумму за проживание здесь. Ну какой-то месяц, максимум два. Ну он сказал, что я доложу, что как-то вот, ну может быть что-то за койко место какую-то сыну. Может быть начнут брать. Но когда он уходил и спросили его, что будет, решение какое-то, я ничего не знаю, я буду докладывать. То есть все вот. Надя, по поводу питания очень интересно. У нас хорошо, у меня муж работает, пока неофициально, но его спасибо людям взяли на работу. Вот, хоть какая-то копейка есть, мы можем там приготовить, кушать своим детям, все. А у нас есть мамочка, которая вот у нее грудной ребенок. Она не работает нигде, она ничего не получает. Вот второй день она голодная.